здравствуйте на дворе у нас сегодня 11 апреля и мы высаживаем огурцы подготовили теплицу вот такой у нас котельчик есть маленький в этой теплице здесь отопление в одну трубу и самое главное что отопление под грядами вот вот здесь вот она заходит туда или это наоборот возвращается и вот везде под грядами там и вот здесь вот такой вот такой вот кружочек делает и вот там вот везде есть отопление здесь насыпано опилки тоже под вот этой почвой тоже внутри там опилки труба под вот этим грунтом грунт полностью насыпной состоит из нашего пилочного перегноя потому что это огурчики кроме того я еще буду процессе выращивания подкармливать их минерал очкой сразу предвосхищая некоторые возмутительные возгласы почему такие проходы широкие маленькие грядки да потому что огурцы это такие монстрозные растения которые разрастутся для них важно занять весь объем теплицы они будут до самого потолка и потом свисать и ходить между ними между рядами поверьте очень очень сложно здесь на центральной грядке будет два ряда по краям по одному а вообще пока вдоль северной стенки вдоль вот этой вот будет один ряд раньше мы в этой теплице зимовали вот эти полочки на стенках это нам место не хватало и мы сюда расставляли всякие цветочки ну а сейчас сажаем огурцы ну вот долго сказка сказывается быстро дело делается уже почти все и высажено высаживаем сразу с подвязками огурчики у нас места постоянные уже давно все это привязаны веревочки и места уже все рассчитаны поэтому рассады готовится ровно столько сколько ее вот здесь вот нужно почва у нас как я уже сказала перегной она насыпная я вот сейчас в ней работаю ну и она еще такая не очень теплая прохладная поэтому огурчики первые дни так они привстанут немножечко и не будут пока расти будут осваиваться корешками осваивать территорию рассаду я готовила загодя примерно 3-4 недели этой рассаде она росла у меня в стаканчиках корневая система очень хорошая такая прям вот пышненькая и теперь только до земли ну еще и по ночам у нас очень холодно поэтому все с отоплением конкретно по отоплению по контурам у нас есть подземный контур и воздушный контур это вам все на канале алексей расскажет на своем канале а я только рассказываю о растениях первое время покармливать я вообще не буду ничем пока растения не приживутся ну то есть не пойдут в рост как только пойдут в рост я начну дальше уже делать подкормки ну а дальше я вам все расскажу как лепо прикопаю ниточку укладываю сама техника первый полив сугубо только вокруг кустика ну это чтобы немножко почва осела вокруг корешков пока еще кустики такие обморочные они еще пока в шоке потому что другие условия здесь же совсем все другое и влажность и температура плюс температура грунта ниже чем там стаканчиках они в тепле стояли вот поэтому растения сейчас немножечко стрессе но это ненадолго все это у них быстренько пройдет они воспрянут духом начнется всасывание влаги через корневую систему и к вечеру уже огурчики будут стоять как солдатики что у меня нынче получилось что даже маленькие-маленькие последишные пришлось высадить наравне с другими большими вроде бы когда сеяла ну делала небольшой такой припуск как бы по семенам чтобы ну мало ли там что-то не взойдет или еще что а да не взошли аккурат вот лунка в лунку и получилось поэтому пришлось высаживать и большие и малые все подряд но ничего все вырастут вот вот эта грядочка у нас на южную сторону и вот в ней будет у меня посев всякой сячины огородной которая зелень называется но это уже сугубо для собственного удовольствия вот я проделала три бороздочки теперь их обычно как обычно как и на улице так и здесь проливаю водичкой а потом буду раскладывать семена вот что покажу у нас в этой теплице живут вот такие жуки-носороги вот у меня есть даже видео про них это сейчас уже мертвый жучок а скоро они будут выводиться они зимуют в почве глубоко закапывая сестрой а там такие гнезда из земли и от этого что они здесь живут и постоянно перерабатывают нам вот этот вот опилочный перегной и опилки которые здесь внизу насыпаны почва у нас такая сейчас покажу более более такие вот комочки вот это следы жизнедеятельности личинок они пропускают почву через свой пищеварительный тракт и выдают уже вот такие вот готовые гранулки и вот представляете вся почва вот такая вот переработанная так что тут целая ферма помощников а зимуют они вот таких вот капсулах земляных вот остатки капсулы вот видно и там жучок сначала личинка потом там жучок а то есть куколка и она превращается в жучка он эту капсулку разрушает и выходит на поверхность и полетели они потом дальше размножаться это именно жук носорог он занесен в красноярском крае в красную книгу края а у нас вот они живут как раз по той причине что у нас здесь много опилок они питаются именно такими вот гнилушками древесными короче остатками они питаются так ну что ж я буду высевать редис рондор F1 он для круглогодичного посева то есть он нейтрального дня не реагирует на длину дня дело в том что у нас длина дня становится все дольше и дольше и от этого вот летние посевы редиски часто идут стрелку это редиска избавлена от такого влияния длины дня еще один гибрид рандейл это зукс ван а это не знаю какая но тоже что-то такое ненашинское рондор в общем редиски все кругленькие стрелку они не идут вот эти гибриды еще есть гибрид диего тоже рекомендую гибриды не дешевые но они того стоят редиска вся кругленькая выровненная практически каждая семечка дает свою редиску ну они такие небольшенькие грамм 20-25 ну в общем то для молодой редиски это самое то и ботва ботва у них очень маленькая такая прям скромненькая ботвишечка хорошая редиска вот укроп решилье и укроп аллигатор это гавришевские семена очень хорошая такая пышная зелень ну очень мне нравится ну салат кучеряйца дески прошлогодний остаток семян базилик обыкновенный фиолетовый и кориандр вот такой набор зелени сейчас буду высевать вот на сегодня и закончились мои посадочно-посевные работы наконец-то это для себя для своего стола посеяна всякая зеленуха огурцы даже как уплотняющая культура между огурцами высадили лук лук-севок чисто только на зелень он вырастет мы его выделим и все останутся свободно расти огурцы ну а эта грядка после зелени зелень тоже где-то уже в июне к июню мы уже ее всю съедим туда возможно высажу какие-то перчики возможно рядочек еще огурцов ну я не знаю я там еще посмотрю как это все будет ну вот нехитро так но это нехитро сделано но это все-таки еще одна третья теплица запущена в работу это требует время уход обязательно обратить внимание на вредителей полив регулярно и отопление по ночам у нас все-таки еще снег лежит и никуда от этой погоды не денешься пешки Примерно уже можно будет снимать огурчик. Ну, просто-то просто, но время ухода это все потребует. Это еще одна теплица. Сейчас мы товарным огурцом не занимаемся. В основном это только для себя. Ну, там может быть какой-то лишний килограммчик я и продам. Но это тоже не точно, опять же. Ну, что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. У меня вот такие работы. Вроде как побаловались, но работы себе прибавили. Всего доброго вам. До свидания.